Всем привет! Сегодня с вами я, Иннастейшн, и это видео будет вопрос-ответ. Я попросила позадавать вас вопросы мне в моей официальной группе ВКонтакте. Кстати, если ты еще не подписан на нее, то скорее подписывайся, потому что именно там выходит первое обновление о видеороликах и прочие всякие интересненькие посты обо мне, о моей жизни и о прочем-прочем-прочем. Поэтому ссылочка в описании, скорее подписывайся. Ну, а мы начнем. Так же хотела сказать, что кто задавал несколько вопросов, я выбираю один самый интересный и озвучиваю только его, так как очень много вопросов. Первый вопрос спрашивает Наташа Шик, а будут проводиться стримы? Так как я не играю в компьютер и не фанат компьютерных игр, то скорее всего стримов не будет. Аниара Кейлян спрашивает, будут ли они в твоем канале в блоге? Да, я планирую снимать влоги. Микки Фитнес задает несколько вопросов, и я выбрала один. У тебя есть домашний питомец? Если да, покажи его на видео. У меня нету домашнего питомца, поэтому никого я показывать на видео не буду, но зато у меня есть родная сестра. Полина Кувшинова также задает несколько вопросов, но я выбрала один. Расскажи немного о себе. Этот вопрос можно понять как в плане целой биографии, можно понять как в краткой. В общем, я попробую рассказать вкратце несколько фактов о мне. Мне 14 лет, я перехожу в 8 класс, живу в городе Санкт-Петербург, занимаюсь танцами, английским, это два моих главных хобби. Также я мечтаю стать или актером, или фотографом, или хореографом, в общем, еще не решила кем. Но думаю, что профессия у меня будет очень творческая, потому что я не любитель наук, каких-то математик, а я люблю творчество. Александра Лат спрашивает, будут ли на твоем канале обзоры на вкусняшки? Я планирую снимать обзоры и не только на вкусняшки, но и на какие-либо заказы с Алиэкспресса, покупки и прочее-прочее-прочее, поэтому, скорее всего, ждите обзоров. София Быстрова спрашивает, будут ли скетчи на канале? На самом деле, я очень люблю такой тип видео, как скетчи, я безумно люблю их смотреть, но я знаю, что их сложно снимать, сложно придумать, поэтому я не могу сказать с точностью, что они будут, но я постараюсь что-то придумать, и если вдруг я что-то придумаю, у меня это получится заснять, естественно, с помощью каких-то других людей, то я вас предупрежу своей группой ВКонтакте, что выйдет такой ролик и выложу его. Анна Лебедева также задает несколько вопросов, но я выбрала один. Будут ли видео с друзьями? Да, я планирую снимать видео с друзьями, и не одно. Также я планирую снимать коллаборацию с другими блогерами, и скоро на моем канале должна быть одна коллаборация с одним очень прикольным блогером, я надеюсь, что эта коллаборация вам понравится, потому что мы очень стараемся над этим видео, поэтому ждите, все будет сказано в группе ВКонтакте, все обновления. Вероника Акинора Спиней спрашивает, как ты решила стать видеоблогером? Видеоблогером, на самом деле, я хотела быть очень-очень давно, еще в лет 11-10, но так как тогда я была маленькая, и качество моих видео было, скажем так, не очень, да я и не умела монтировать, поэтому я решила не выкладывать эти видео, чтобы лишний раз не позориться. И сейчас, летом, мне стукнула идея, хм, надо бы себя попробовать в видеоблогинге, почему бы и нет, вот так. Ах да, еще прошу прощения за изменение фона и света, так как мне пришлось закончить съемку днем, из-за некоторых обстоятельств, и возможности снять только сейчас, когда уже вечер, почти ночь, в общем, только сейчас, поэтому прошу прощения. Следующий вопрос задает Мария Костина. Какие твои любимые фильмы и сериалы? У меня их очень много, но могу сказать несколько сериалов. Это Скам, самый такой любимый, Универ люблю. И, наверное, самый сериал, который уже очень-очень старый, но он все равно мой любимый, это Папины дочки. Таких три сериала. А насчет фильмов, я люблю очень сильно комедии, и комедий очень много, поэтому называть не буду, просто скажу так, комедии. Следующий вопрос задает Андрей Александров. Какое твое любимое число? Мое любимое число это 10. Нелли Фисько тоже спрашивает множество вопросов, но я выбрала один. Есть ли в твоей жизни человек, который твой брат и сестра, но не родной, которому ты можешь доверить все свои секреты, можешь на него положиться, он знает тебе практически все. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что да, такой человек есть. Лиза Трисек спрашивает, твой любимый писатель? На самом деле, определенного любимого писателя у меня нет, но мне нравится, как пишет Зои Сак. И последний вопрос на сегодня задает Настя Белли. Хочешь в школу? Если да, то почему? И если нет, то тоже почему? Ну, наверное, на этот вопрос даже не стоит отвечать. Я, естественно, не очень хочу в школу, так как мне больше нравится лето, отдых и все такое. А в школе придется учиться, трудиться, вставать рано. И, в общем, я не очень хочу в школу. А я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы обязательно поставите лайк, подпишитесь на мой канал. И также насчет эстафеты. В этой эстафете вы можете принимать участие до 1 сентября. Если ты не знаешь, что за эстафета, и сейчас задаешься вопросом, что, где, когда, откуда, то посмотри в предыдущий ролик, там о ней все сказано. И, как я обещала, та публикация, которая мне понравится больше всего, будет в конце этого ролика. И сейчас она вот здесь вот где-то будет. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!